Привет! 30 апреля, майские праздники, впереди ребята с прошедшей Пасхой, вас и с наступающими, собственно. Я подкаст давно не записывал, этот подкаст будет без монтажа, как мы привыкли. Я вот что хотел сказать. Я для рупоров добил Скайрим. Так что, если вы желали посмотреть еще новые приключения Кепела, то 7 свежих серий доступны специально для рупоров уже прямо сейчас. Точнее, для них сейчас 6 доступны, но 7 уже вот на подходе, скоро будет открыт доступ и к ней для них. Плюс ко всему, я сейчас начну снимать Трайн первый, как и обещал, тоже, собственно, для них. Плюс ко всему, для них я выкатил огромное количество халявных ключей. И, собственно, если... Причем на разные игры, на Инди, на Юбоут, на те, которые вышли, на те, которые нет, на Far Cry New Dawn один ключ выкатил. Если вы желаете поддержать канал, то сейчас самый лучший способ сделать это, это подписаться на меня на Патреоне. Особенно от 10 долларов и выше. Это вот рупорная такая. Ссылка будет в описании. Сейчас такое время, в которое я вообще не зарабатываю на Ютюбе. Но, естественно, этим заниматься я хочу. Не зарабатывать, а быть на Ютюбе. Поэтому, да, от лишней кормежки в этом плане я не откажусь. Это действительно и помогает, и оставляет меня тут. Такие пироги. Допустим, я хочу вам просто для примера сказать. Наши вот эти вот эротические игры и так далее и тому подобное смотрят очень хорошо. Но, к примеру, ролик, который после перезагрузки набрал самое большое количество просмотров. На данный момент 194 тысячи просмотров. Это первый ролик по Perky Little Things. Он сейчас на первом месте в топе популярных роликов на нашем канале. За один месяц он это сделал, обогнав и пятимесячный заход Newton's Year Zero Road to Eden, и двухмесячный заход Skyrim Enderal. Все это, плюс ко всему, на пятое место вышла вторая серия Perky Little Things. В общем, этот ролик заработал где-то 600 рублей. 600-700 рублей. Да, там ограниченный показ рекламы, потому что, типа, эротическая игра, все дела и тому подобное. Несмотря на то, что я все зацензурил, неважно название, картинки, я причем отправлял на повторную проверку. Плевать, они ограничили показ рекламы. Окей, 600 рублей, здорово. Да, естественно, показы рекламы на роликах с цивилизацией никто не ограничивал, к примеру, но тысячу просмотров тоже можете представить, сколько приносят мне. Вот. Из этого я пришел к выводу, что все-таки надо стримить на YouTube, потому что заморачиваться с роликами я уже прям вот практически вообще нет желания. Я хочу играть. У меня прям дикая голод по играм. Я хочу вот прям вот с вами это все дело обсуждать, и лучший фидбок я получаю именно на стримах. При этом на Твиче я, конечно же, тоже остаюсь. Вот недавно мы добивали на Твиче второе дополнение... Точнее, прошли и не добивали второе дополнение к Assassin's Creed. Точнее, вторую часть первого дополнения. Скоро будем третью часть и так далее и тому подобное. Другие игры будем там добивать. Мне нравится стримить на Твиче, на YouTube мне стримить не очень нравится, но здесь профит больше с него. Days Gone будет идти, естественно, на YouTube. Многие консольные игрушки тоже пойдут на YouTube в этом плане. Те, которые мы начинали проходить, они вот где начаты, там и будут закончены. Satisfactory я чуть-почуть монтирую. Там, я уже говорил, двухчасовой ролик вышел, седьмая серия. И это все надо обрезать. И я чуть-чуть заморочился. При этом у меня времени нет особо монтировать. Вот на данный момент 20 минут видоса отмонтировано. Я уже Никита скидывал, показывал. Он там уже подготовил контент для восьмой серии. Ну и у меня тоже есть планы. В общем, как только я отмонтирую эту злосчастную седьмую серию, опять пойдет вал роликов по Satisfactory. Плюс я на архивный канал выложил записи стримов, среди которых запись по Resident Evil 2, который нахер уже никому не нужен. Мы там добивали ачивку, эту платину злосчастную, которую еще долго, видимо, будем добивать, потому что я провафлил с документами. Не знаю, где теперь брать их. Плюс выложил-таки кооп в свою игру, в гольф. Маленькие игрушки мы поиграли 6D коопом. И я тогда говорил, что я не буду выкладывать эту запись, но решил-таки выложить. Почему нет? И выложил, наконец-то, десятую серию The Will Within. Тоже отстримили мы с Евой на Twitch. Давно. Ну вот сейчас вот я выложил запись. Так что на PZR Stream на YouTube, на архивном канале, вы можете посмотреть эти видосы из The Will Within, к примеру. Можете зайти на этот канал через недавние действия, на главной странице моего канала. Вот это вот, на котором вы смотрите этот ролик. Есть недавние действия, там я лайкнул. Там есть лайкнутые ролики мной. И вот среди лайкнутых есть вот эти стримы. Можете зайти посмотреть. Там еще огромное количество других стримов, если вы не видели. Стримы с Twitch'а идут. Те, которые стримы были на YouTube, те на YouTube и остаются. То есть на этом канале. Все очень просто. Вот такая вот у нас хаосная помойка среди всего и вся. Вот. При этом я сейчас очень сильно бы хотел вдарить по Patreon, потому что среди всех моих источников profit и в том числе финансовые приносит именно он. За что отдельное огромное спасибо всем рупорам, которые, собственно, подписались на меня. Не только рупорам, а помидорным ребятам, которые до 10 долларов подписываются. Тоже вам огромное спасибо. Вам доступна первая серия каждого прохождения эксклюзивного для рупоров. Вот. При том, что план по Gold Collection остается прежним. Сейчас вот я Trine выложу, и рупоры будут голосовать, какое прохождение пойдет на этот канал, на основной Rage или Trine. При всем при этом некоторые проходники, такие как вот Skyrim, допустим, останутся эксклюзивными для рупоров. Некоторые, допустим, Rage, мне кажется, будут там еще долго лежать, потому что Rage я снял первым, потом снял Max Payne, рупоры проголосовали за Max Payne. Теперь вот я снимаю Skyrim, который не буду выкладывать. Снял Skyrim, теперь буду снимать Trine, и мне кажется, что рупоры тоже проголосуют за Trine, и Rage там все еще останется. Полное прохождение Rage игрушки тоже лежит для рупоров. Плюс к всему, мы еще должны будем с ними поиграть. Я очень хотел в Northgard на днях поиграть, но у меня что-то как-то с временем не сложилось, но я думаю, мы найдем время, сыграем еще раз в Northgard или еще в какие-нибудь игрушки. Вот такие новости, херовости. Days Gone, что касается Days Gone. Игра мне нравится по большей степени, с огромным количеством косяков. И минусов, но, не знаю, мне сейчас прям по кайфу кататься на мотоцикле, прям нравится. Прям вот нравится и все. На мотоцикл все вытягивает. И, ко всему прочему, еще, чем я живу вне игр, это сериалы. Невероятная Mrs. Maisel, по-моему, так называется сериал, или как-то так, в озвучке ОЗЗ советую всем. Первый-второй сезон, просто конфетка с Евой посмотрели, бомбическая. Там есть здоровый феминизм, здоровый, он классный, он смешно обыгран, он нормальный. Там есть очень много таких житейских вопросов поднятых, которые тоже раскрыты хорошо. Единственное, что второй сезон очень, ну, туго закончился. Но, говорят, третий сезон будет закрывающим для арки второго сезона основной. И будем надеяться, что сериал будет продлеваться. Мне вот по кайфу смотреть Mrs. Maisel. Плюс ко всему, конечно же, Игра престолов пошла. Я уже посмотрел с Евой третью серию. Бомба. Бомба. Эпик. Просто дикий. Дикий эпик. Всем советую. Опять же, я много видел в комментариях ребят, которые говорили «Я тот самый человек, который не смотрел Игру престолов». Не знаю, чем вы гордитесь, ребят. Мимо вас проходит огромный пласт современной культуры, а это реальная часть современной культуры. Не то, чтобы как бы постыдно не смотреть Игру престолов, особенно если вам эта тематика тупо не заходит, не нравится. Но, если вам нравятся качественные, хорошие сериалы, длинные, проработанные по большой вселенной. Особенно, если вам нравятся фэнтези или исторические сериалы средневековые такие, то Игра престолов это просто маст хэв, особенно учитывая, что вот он, вот он, финальный сезон прямо сейчас выходит. Три серии из шести вышли уже, в мае будут оставшиеся три. Так что, за май советую вам посмотреть все, чтобы она выходила и как раз подоспеете к шестому сезону. Кстати говоря, я вам дико завидую, потому что я смотрел Игру престолов от начала и до конца, в тот момент, когда серии выходили. И, блин, какой же это ад ждать продолжения, если честно. потому что каждая серия и каждый сезон заканчивается так, что сука, сука, где продолжение? Ты прям хочешь этого продолжения, ты прям ждешь его и его нет. Его надо ждать год, а этого сезона мы ждали два года. Так что, да, я вам завидую, вы закончите смотреть, если у вас есть время, вы продолжите смотреть, и так, вплоть до финала, это топово, это круто. Я вот думаю, что даже пересмотрю Игру престолов, мне она очень сильно нравится. В общем, советую. Плюс к всему, я еще посмотрел, я оформил подписку на Кинопоиск, и я посмотрел, убрал подписку с Иви, они мне сразу прислали еще бесплатный месяц, Иви. Кстати, Иви, Мегого, Кинопоиск, кто-нибудь, А медиатека, кто-нибудь, давайте сотрудничать, я открыт для вас полностью. Я знаю, что шанс мизерный, что это хотя бы кто-то из руководства услышит, но это надо было во вселенную отправить эту мысль, так что пусть он там обрабатывается, может быть, когда-нибудь оукнется. Я сейчас скажу, что за сериал я смотрел. Наркокурьер мы посмотрели, Севый фильм, бомбезный, блин, Клинт Ист, тот старичок, 88 лет, и какую бомбу он делает, а, все-таки, и с точки зрения актера, и с точки зрения режиссера. Я уж не знаю, как там сложилось, у него ранее, почему он не срабатывался с другими режиссерами, с другими компаниями, и ему пришлось открыть свою студию и снимать свои фильмы самостоятельно, но все, все к лучшему, все, что не делается к лучшему, в данном случае так точно, потому что получилась бомба, получилось прям очень круто. Итак, в общем, я Силиконовую долину досмотрел финальный сезон, мне не очень нравится то, что я смотрел ее на Кинопоиске, финальный сезон, я имею в виду, потому что до этого я смотрел в озвучке Кубик в Кубике, по-моему, а сейчас я смотрел в озвучке Амедиатека, и она такая себе, если честно, Кремниевая долина рулит, Кремниевая долина вперед, да, и сейчас шансы на сотрудничество с Кинопоиском и с Амедиатекой резко сократились, до минус тысячи, от нуля до минус тысячи резко ушли. Castle Rock хочу начать смотреть, первую серию я посмотрел, мне она очень сильно зашла, но это было давно, когда сериал только выходил, вот сейчас вот я думаю, смотрите, он опять же на Кинопоиске норм заходит, я также здесь нашел Клан Сопрано, мне очень нравится этот сериал, но смотреть его не в озвучке, Гоблина невозможно, простите, опять же, Амедиатека и Кинопоиск, Гоблин рулит, Дмитрий Пучков, просто бомба, особенно для Клана Сопрано, для таких сериалов, ну блин, без этого никуда, хочу пересмотреть Настоящий детектив, первый сезон, особенно учитывая, что вышел третий сезон, а второй я так и не досмотрел, второй мы начинали с Евой смотреть, ну что-то как-то не срослось, и вот я хочу посмотреть первый сезон, второй, третий, соответственно, мне очень нравился первый сезон, говорят, второй немножко съехал, но мне нравятся актеры, я не против посмотреть, плюс ко всему, также я начинал опять смотреть Тайные Смолвеля, это сериал моего детства, по СТС, он часто шел, ну и мне нравилось это дело, я продолжу, соответственно, смотреть, тем более учитывая, что до конца, от начала до конца я ни разу его не смотрел, от начала до конца прям вообще никогда ничего не получалось у меня с этим сериалом, я, блин, не могу найти сериал, о котором я говорил, популярное, новое по подписке, фильмы по подписке, ну господи, давай уже сделайся, в общем, дам сериал с Дэниелом Редклиффом, новый, и, если честно, я не вдавался в подробности, будут ли там какие-то вторые сезоны, третьи сезоны или еще что-то типа того, потому что на кинопоиске он лежит в графе типа сериал, короткие сериалы или что-то типа того, типа, типа, сука, и, исходя из этого, я думаю, что продолжение может и не быть, я вот не знаю, если вы в курсе, то напишите в комментах, было бы интересно посмотреть, хочу еще отверженный посмотреть сериал, мне нравится первый источник, но я его не читал полностью никогда, я смотрел фильм, ну, естественно, фильм-мюзикл, естественно, крутой, но он не полный, и поэтому я хочу сериал посмотреть, плюс к всему еще теорию большого взрыва, да, продолжил я смотреть, как много всего я смотрю, это же пипец, ну, я в последнее время очень много с Алисой провожу, и в момент, когда там могу, на фон включаю, или когда она там спит, или еще что-то, включаю как раз-таки какой-нибудь сериальчик, и отсюда, отсюда как раз-таки и пошли мои просмотры, просмотры сериала, потому что работать я не могу, но посмотреть сериал самое оно, в общем, я нашел название сериала Чудо-творцы, вот так вот, в озвучке Кураж Бомбея, очень хороший сериал, мне очень сильно понравился, с самоиронией, точнее, с иронией, мы подошли к делу разработчики, создатели сериала, разработчики, это все уже игровой язык ко мне прилип, с иронией, неплохой юмор, ну, как неплохой, он такой, знаешь, мега-английский, но все равно крутой, такой милый, коротенький, коротенький маленький сериальчик, с началом и с концом, и с удовольствием я бы увидел продолжение, вот в том же стиле, вот, так что тоже всем советую, чудотворцы, коротенький достаточно, но очень толковый, стоящий сериальчик, с Редклифф, кстати, это второй сериал, который я посмотрел, записки юного врача, был первый, тоже крутой сериал, но с огромным количеством, перевирания, так скажем, на свой лад, вот, при этом, при этом, опять же, первый источник, ну, такой, сложный для чтения, был для меня, поэтому я не прочитал, это, сериал по мотивам рассказов, Михаила Булгакова, из цикла, записки юного врача, вот, в общем, советую, такой, сериальный, фильмный, подкаст, получился, да, я очень много всего делаю, вне канала, и в последнее время, это много всего, это именно, фильмы и сериалы, и, ко всему прочему, у меня пошло, наконец, чтение мобильника, как я и сказал, когда я положил книжку, рядом с компьютером, дело, поехало, дело сдвинулось с мертвой точки, так что, скоро, наконец-то, я дочитаю мобильник, и приступлю к следующим книжкам, которых там просто овер, до хера лежат, и ждут меня, мои родные, мои любимые книжечки, параллельно, еще почитываю подарок Евы, вот этот вот, исчезающие носки, новогоднее, новогоднее обещание, и еще 97 загадок бытия, Дэн Риэли, вот такая вот вещь, э, где это я там, класс, классная вещь, там, репортер, который долгое время писал, заметки в журнале, в газете, в какой-то, отвечая на вопросы, бытийские, житейские, людям, решил, что у него накопился багаж, и этих самых ответов, и забавных, интересных случаев, чтобы написать книжку, книжка, это, на самом деле, просто перечень, всяких таких интересных, житейских вопросов, например, почему теряется, все время, один носок у мужчин, к примеру, об общем бюджете, клише среднего возраста, звонках домой, и здесь его достаточно толковые, интересные ответы на эти самые вопросы, достаточно развернутые, их интересно читать, круто, что появился перевод на русский язык, и спасибо большое, Ева, за то, что подарила мне эту книжечку, периодически тоже открываю, и листаю, но она такая, чистая эта книжка, для того, чтобы пролистать, почитать, все, забросить, вот, делитесь тем, чем вы жили, этой весной, будет интересно тоже почитать в комментариях, это на самом деле то, что я люблю делать больше всего на YouTube, читать комменты, и вот именно мое чтение в большинстве своем сводится именно к комментариям в последнее время, но не в ближайшем будущем, я надеюсь, книжки ждут, вот, так что да, делитесь, будет интересно, опять же, я буду благодарен, если вы будете как можно чаще писать комменты, мне очень интересно их читать, мне очень интересно смотреть на чужой, мнение, особенно если оно адекватно, конструктивно выстроено и развернуто написано, это прям вообще, опять же как я сказал бомба, кстати о бомбах термоядерная война в 7-м иерс цивилизацион 6 геттеринг шторм подошла к концу да как и весь цикл об османах в цивилизации 6, хорошие просмотры показывала цивилка, я думаю, что мы еще поиграем в нее, но я свожу свожу себя к мысли о том, что надо либо ее на стриме пилить, но я не уверен, что нормально буду стримить эту игру, либо пилить опять же для рупоров какой-нибудь маленький цикл, в общем сейчас, да, мой мозг чисто к рупорам идет большие перемены в мае ждут рупоров вас, спасибо вам большое за поддержку я надеюсь вас не подвести ребята, которые хотят стать рупорами и получить доступ ко всему этому, если вы сделаете подписку сегодня, то завтра у вас скорее всего уже снимут деньги, то есть в первых числах мая и вот в этих самых первых числах мая я вам дам этот доступ, если вы сделаете подписку оформите в мае, то лишь в июне я вам дам доступ, потому что в июне пройдет оплата там такая система, имейте это ввиду да, я конечно же буду невероятно рад и счастлив новым подпискам именно сегодня но на деле я лишь хотел просто выказать респект тем, кто уже мне помогает все, всем мир ребята, всем пока, ну и как всегда дальше дальше круче Субтитры сделал DimaTorzok